Снова здравствуйте. Сегодня Коля болеет, поэтому постараюсь я расскажу, что мне интересно. Сегодняшняя тема – это и адресация, и мастеризация. Основа сегодняшней лекции – это будет расчет масок. Как это происходит? Зачем все это нужно? Не жмусь. Зачем мне быть в кадре? Самое основное при любых расчетах IP-адресов, масок и подсетей – это знание и умение двоичного исчисления. Как переводить из десятичного в двоичное. Отчасти нужны и шестеричные исчисления, поскольку в скором времени IPv6 войдет во всю силу, а там используется везде и всюду. Самое основное – это двоичные исчисления, на котором сделан упор, как в этом занятии, и в ближайшие еще пару лекций в секунду. Собственно, вопрос на насыпку. Кто знает, что такое двоичные исчисления? Лес рук. А кто может рассказать, почему, например, 11 равно 3? Опять лес рук. Собственно, столь шутки, все. Как видно из названия, десятичные исчисления используются символы от 0 до 9, при двоичном исчисления используются только два символа – это 0 и 1. Соответственно, как считается? Сводная таблица будет выложена в отдельные материалы. Как это дело считается? Возьмем самый банальный пример – это та же самая цифра 3. В двоичном исчислении это будет 11. Собственно, шутки в том, что, чтобы перевести двоичное число в десятичную систему исчислений, нужно… То есть, первый символ – это 2 в нулевой, второй символ – 2 в первой. Собственно, 2 в нулевой умножаете на 1, 2 в первой умножаете на 1 и складываете. Получается в итоге 3. Проверите на бумажке, я правда-правду говорю. Что ты там колдуешь? Собственно, сейчас отслеживаю картинки, потому что это делается подробнее. В приложении к книге есть отдельно сводные таблицы под основные цифры айпишников, то есть под основные маски – 255, 1040 и прочее, прочее. В принципе, их имеет смысл посмотреть, просто запомнить, потому что перевод из двоичной в десятичную и обратно – это довольно важная вещь при расчете. Не все можно делать десятичным. Сейчас может даже удобнее делать двоичное. Я сейчас буду рассказывать, чтобы поймете, о чем речь. Понятно, давайте. Собственно, как перевести число 156 в двоичную систему? Это один из первых способов, самый, наверное, простой и банальный. Мы число, которое хотим перевести, начинаем делить на 2. И остаток записываем отдельным столбцом. В итоге у нас получается, мы делим 56 на 2, получаем 78, остаток 0, 78 на 2 – 39, остаток 0, 39 на 2 будет 19,5. Соответственно, остаток у нас будет единичка, 19 целое число. Остаток, если есть остаток, мы пишем единичку. Это, собственно, метод перевода, довольно простой. Пройдя до конца, до единички, мы получаем следующее число остатков. То есть мы переписываем его в обратном порядке. То есть мы сверху вниз, а снизу вверх. Получаем, собственно, число, которое внизу. Если взять, собственно, и попробовать перевести из двоичной в десятичную, то есть для каждого из элементов, для каждой цифры этого числа поставить 2 в соответствующей степени и сложить, мы получим 156. Если кому интересно, можете взять эту бумажку и проверить. Это, собственно, самый простой способ, но он, наверное, самый глупый. Здесь способ гораздо интереснее. Хотя я их способом в десятке. Здесь, собственно, степени двойки до девятой. Я думаю, что все их знают, только стесняются, не могут вспомнить. Но я их очень рекомендую знать наизусть. Ну, собственно, это довольно просто. Кто знает степень двойки. Опять тот же самый рисунок. Вот, собственно, второй метод, как можно переводить стечное число в двоичное. Расписываем степени двойки по очереди. То есть один, два, четыре, восемь метра, та, та. До 128. Поскольку следующая степень двойки — это 256, в нашем случае она нас не интересует, поскольку это уже, то есть байт — это одно ряда 255. Все, что выше у нас в вопросах сетей, нас не интересует. В принципе, пока же. В целом они должны. Вот, собственно, берем число 156, выбираем самую большую степень двойки, которая входит в число 156. Соответственно, 128. Соответственно, мы здесь ставим единичку. Секунду. Собственно, дальше идем по тому же самому. Мы выбираем самую большую степень двойки. То есть у нас существует 28. Пишем цифру 1. И мы считаем из изначального числа эту степень. Получаем 28. Идем дальше. Собственно, следующая степень двойки — это 64. Смотрим, входит ли 64 на 68. Нет, не входит. Ставим 0. Идем дальше. Соответственно, 32 входит в 28 наш оставшегося. Нет, не входит. 0. Идем дальше. 16 входит в 28. Да, входит самая единичка. Идем дальше. Перед этим мы читаем из 28, 16. Остается 12. Идем дальше. Соответственно, 8. Входит ли оно в 12. кивки из зала. Значит, сходит. Идем дальше по той же самой схеме. Доходим до конца наших степеней. Получаем следующее число. Если сравнить с предыдущим рисунком, где мы делили просто пополам, то будет то же самое. Опять-таки, можно отвести к бумажке на все это дело попробовать. Понятно, как преобразуется? Ну, про степень двойки нужно очень хорошо помнить. Это очень важно. Собственно, дальше. Я вернусь к тому, что уже рассказывали, как устроен IP-адрес. Собственно, самое основное. IP-адрес состоит из 32 битов. Надеюсь, все знают, что в одном байте 8 бит. Все знают, да? А вдруг? Соответственно, 32 бита — это сколько символов получается у нас? 32. Отдельных символов. Здесь внизу была подсказка. Соответственно, весь IP-адрес делится на 4 октета. Соответственно, понятно, что у нас 6801 — это 4 разных октета. То есть отдельно число до точки называется октетом. Это 1 байт, соответственно, это 8 битов. И в 8 битах у нас содержится 8 отдельных цифр в двоичной системе. То есть IP-адрес — вот этот код, IP-адрес, он с написанием 108-122-24, в двоичной форме выглядит именно вот так. Соответственно, как переводить из десятичных в двоичную? То, что было рассказано, поэтому вы понимаете, что я об этом буду смотреть очень часто и долго. Соответственно, самое основное, чтобы уже помнить, что в каждом октете по 8 символов. Двоичных, соответственно. Собственно, про IP-адрес. Дальше мы расскажем, как это делится. Основные вещи, которые нужно понимать. Есть две сети. Нужно понимать, как делится IP-адрес на сетевую часть и узловую. То есть сетевую часть, которая отвечает за сеть как таковую, а узловую — это за то, в сколько основ, грубо говоря, мы можем подключить. Причем, грубо говоря, дальше опять-таки поймете. Собственно, в данном случае у нас есть сеть. У нескольких компьютеров есть одинаковые числа в IP-адресе. Вначале первые три октета. Это и сетевая составляющая. Последний октет у всех разный. Соответственно, это узловая составляющая. Там даже подписано и нагрузило номер сети. Как делится и выяснить, какая сейчас есть IP-адреса сетевая или узловая, сейчас я вам буду рассказывать. Вернемся к вопросу IP-адреса и классов. Классов у IP-адресов их пять. Соответственно, A, B, C, которые мы всегда знаем, всегда видели и всегда помним. И классы D и E, которые, в принципе, никто никогда не мог заметить и узнать. Потому что D — это класс зарезервированный, а класс E — это класс экспериментальный. И, в принципе, они не встречаются в обыденной жизни никогда. Соответственно, как различаются классы у IP-адресов? Они различаются по старшему биту в первом октете. Для класса A — это 0, для класса B — это 1.0, для класса C — это 1.1.0. Соответственно, если интерпретировать все это в аттестичном исчислении, то получается, что у нас первый класс — это от 1 до 127. Первый октет для класса B — это от 128 до 191. Для класса C — это от 122 до 233. Собственно, здесь отражено. И там описано именно, как это в двоичном виде выглядит. То есть, если вы потом пробуете число 127 в двоичном виде выбираете единичку, то есть приваете хотя бы увеличить его на один в двоичной системе, а вы кавычки? — Таня. — Таня. — Таня. — Таня. — Таня. — Таня. — Таня — нет. Собственно, если перевести 27 в двоичное исчисление, то у него первый бит в первом октете — 0. если мы к этому прибавим в единичку, при двоичном сложении прибавляем к числу единичку, прибавим в единичку, как в младшей школе будет плюсик мы пишем, здесь снизу поставим черточку, 1 плюс 1 — будет 0, в единице переходит старший разряд. Так по возрастающему у нас получится, что в старшем бите первого октета остается у нас единичка, а все остальные будут нули. Это плюсу 28. Вот оно снизу и написано. Это на тему, как делятся сети, классы сетей. Почему они так, а не по-другому? А он знает, не искать так. Не, он один знает. Собственно, дальше. Для каждого класса ампиадресов здесь вот указано, какая часть будет сетевой, какая часть будет узловой. Для класса А, соответственно, это будет ампиадрес наподобие 10.0.0.0. Сетевой части будет число 10, т.е. его первый октет. Остальные октеты будут частью узловой. Дальше, собственно, в таблице указана стандартная маска для каждого класса, так как вывешено по десятичной форме, и количество сетей, которое может поддерживать, количество клиентов. Если вы заметили, то для класса А у нас количество сетей, которое поддерживает первый октет, будет 26, т.е. это 2 к седьмой минус 2. Почему не 2, потом позже расскажу. А количество узлов будет большим-большим, 2 к 24. Т.е. это 24 бита, если перевести целиком ампиадрес, опять-таки, заберутся к изначальному теорию целиком, если 5 адрес в двоечном системе учисления, у вас будет несвободных под узел 1, 2, 3, 4, бла-бла-бла, 24. Узлов у нас может быть 2 в 24 минус 2. Это очень много, и это выделяется обычно, но не знаю, странно даже, буквально. Класс А, и тоже, как я видел. Собственно, класс Б, все данные указаны в таблице, в общем, чем, можно так выразиться, выше класс, тем больше мы можем создать сетей, и меньше в каждой из этих сетей будет хосток, то есть клиент отдельный. Собственно, на тему класса Д и Е, это тем, кто очень хочет, может почитать в учебниках, но я смысла о них рассказать особо не вижу. Самый основной метод, который нужно помнить про класса, то, что у класса А старший бит 0, у класса Б старшие биты 1, 0, у класса С 1, 1, 0. Соответственно, из этого формируются итоговые числа, с которыми они начинаются, с которыми они заканчиваются. Идем дальше. Собственно, я сейчас рассказал про классы. Есть так называемая классовая адресация. Мы используем диапазоны IP-адресов в известных промежутках и стандартные маски к ним. Стандартная маска для IP-адреса определенного класса задается таким образом, что октет, который является угловым, в маске будет являться нулевым. В основном есть варианты класса, а без класса как мелко ты прошила. Косяк. В общем, здесь вот написано, кто хочет, может переписать аккуратно тетрадку. Кому интересно, кому не интересно, скажу вкратце. Особенно классовая адресация – это когда у вас маски используются стандартные. У нас идет деление именно аккета узлового. Для адресации IP – это когда мы можем делить не только на сценарные подсети, мы можем делить каждую подсеть еще раз на подсети. Чтобы, грубо говоря, не выделять на здание в 300 человек сеть, в которой будет 1000 хосток. То есть 700 IP-шников будет плавать впустую. То есть мы зарезервируем подсеть, и больше туда IP-шников никто не сможет взять. Это невыгодно. Изначально, когда это классовая IP-адресация, довольно быстро пришли к тому выводу, что, во-первых, у нас выпадает очень много IP-адресов в пустую, а, во-вторых, у нас довольно быстро переполняются таблицы маршрутизации. Была разработана, собственно, система CIDR, никаких пошлых ассоциаций на тему алкоголю не стоит проводить, и люди научились использовать маски подсети переменной длины, так называемую VLSM. Здесь на табличке, здесь, конечно, нифига не видно, к сожалению, но в озадочном материале будет выложено, здесь для каждой маски с азартным префиксом указаны значения. Здесь, в принципе, имеет искусство просто посмотреть, почитать, чтобы основные префиксы знать. Собственно, назначение маски подсети. У меня вопрос был, вот класс, где стандартная маска, где 255, и на конце 0, где, вот ты говорил, вы плавающие IP-шики, и вот какой отец класс, где мы выделяем на знания конкретно 300. Я сейчас подробнее скажу, как считаю, особенно, как маски подъявляются в том числе, в котором они есть. Там, собственно, основная задача в том, что для классовой IP-ателлистации мы выделяем сегменты известного размера. Меньшего сделать, грубо говоря, не может. То есть мы можем выделить там, я не помню, минимальный сегмент классового варианта по углу в 2004 хвост. Или еще меньше. 24-й маски, то есть 56 хастов. Да, 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 да. Это вот минимальный, то есть у нас они идут равными порциями. То есть мы не можем сделать, например, 32 хастов. В бесклассовой маршрутизации, когда мы не опираемся на классовую методику, мы можем делить сеть на подсети в каком нам угодно размере. Тем самым оптимизировать дизайн нашей сети. Собственно, в чем основная соль шутки маски под сети? Как я уже говорил, IP-ателлист состоит из двух частей. Сетевой части и узловой части, чтобы остальные компьютеры, а не только люди, сидящие за компьютером, не смотрящие на IP, понимали, где сетевая часть, где узловая часть, и есть маска под сети. Соответственно, она состоит, опять-таки, из 32 битов, то есть это 4 хета от 0 на 255. Нюанс лишь маски в том, что если разложить ее в двоичное представление, она будет идти как сплошной ряд единиц, а потом сплошной ряд нулей. Один и ноль в маске не могут перемешиваться. Ну нет, есть лишь неверостные маски и проще-проще, но это не тема этой этого заняться. В стандартном представлении в маске идут последовательно единицы, затем последовательно нули. Соответственно, где идут нули, это узловая часть IP-ателлист, где идут единицы, это сетевая часть IP-ателлист. Здесь показаны стандартные адреса IP-сетей, все-таки по октету, по первому. И, конечно, IP-сетей, который можно сконфигурировать, и, конечно, блок, который можно сконфигурировать в этих IP-сетях. Опять-таки, можно там отдельно глянуть. Обратите внимание на тему класса. Есть отдельно три колонки для каждого класса IP-ателлистов. То есть в первом классе IP-ателлистов используется только первый октет, в классе B используется два октета, в классе C используется три октета. Соответственно, соответствующее распределение количества узлов для каждого класса подсети. Как видите, оно довольно стандартно. Сейчас я расскажу, почему это можно не стандартно. А, стоп. Еще один важный момент. Не все IP-адреса можно занять. Вернее, не со всяким IP-адресом можно выйти в сеть интернет. Часть IP-адресов, часть этого пространства, она зарезервирована. Часть зарезервирована под внутренние функции системы операционной, то есть, например, 10.00 или 127.000, то есть, так называемые лукбеки и прочее. Опять-таки, все четыре нуля зарезервированы за отдельным процессом. И для каждого класса есть зарезервированные адреса, которые использовать невозможно. Либо же есть адреса, которые являются, так называемыми, частными. Опять-таки, с ними по всей интернету вы не сможете увидеть. То есть, это адреса для локальной сети. Вы, например, встречали много раз на различных мужетизаторах, которые могут быть в нашем большом городе. 122.168.0.1, 122.168.10.1 и прочее. Это IP-шники для локальной сети. И в чем основная соль шутки этого IP-шника? То, что при построении небольшой локальной сети, соответственно, в зависимости от того, какую сеть мы выберем, у нас будет настоящий количество клиентов для LAN-сети, при отправке пакета с адресом 122.168.0.1 на адрес в этой же подсети, пакет не выходит за коммутатор или за роутер. То есть, он не выходит в интернет, он выходит только по локальной сети. То есть, и за счет этого разгружается немалая часть мощностей устройств. Опять-таки, довольно тонкий момент, который нужно помнить. А это всегда IP-шника жестко прописано? Можно ведь локально скидрить на другую сеть? Можно. И тогда... Можно использовать, в принципе, все, что захочешь, все, что в своем, то и будет работать. Вопрос лишь в том, что по стандартам под локальные сети зарезервированы данные IP-адреса. Можно, да? Насколько я знаю, это дело не просто в стандарте, это скорее договоренность такая общая. Дело в том, что если мы зададим какой-нибудь IP-адрес не из этих диапазонов, не из этих диапазонов, то мы можем совпасть с каким-то другим IP-адресом, который надо для сайтов. Да, здесь лишнее у нас в том, что мы говорим сейчас, потому что мы можем знать локальные сети. То есть, если сеть локальная, это, так называемый, интернет, то есть без выхода в интернет, то, в принципе, там можно увидеть все, что захочешь. Но в случае, как говорит наш товарищ, при включении нашей сети локальной в сети интернет за счет коммутатора, или мошадиатора, или чего-либо еще. Ну, грубо говоря, да. Скорее всего, будет увидела ошибка, что, к сожалению, такой IP-адрес уже существует в сети. В принципе, это может... Что ж такое, да? В принципе, можно с этим поиграть дома, банально взяв роутер и задав на двух компьютерах, причем к этому роутеру, IP-шник одинаковый. И на одном из них, собственно, на котором вы увидите этот IP-шник во втором. Вы видите, как раз эта ошибка, которая расходит в любой Windows, в любом Linux, где угодно. Вы увидите ее сразу, с чем не перебудете. В Linux бывает. Смотря в каком Linux. Отдельной темой нужно... Ну, собственно, отдельной темой является будущее IP-адресации — это протокол IPv6. Он был внедрен и запущен довольно давно, как оказалось, почитав, что он чуть ли не в нулевых годах, все это уже функционировало и не можно было пользоваться, но кто-нибудь слышал о протоколе IPv6? А кто этим пользовался? А что ты здесь делаешь? А что ты здесь делаешь? Так, ладно. Собственно... Кто? Ну, пока предлагают... Потом будут захватывать машины на людей, да? То есть в локалке пробовал IPv6 ставить? Помните диапазоны для IPv6? С IPv6 в локалке выходить и давать глобальный адрес любого своего устройства с локальной сети. То есть в локалке любого IPv6 может очень много глобальных адресов присутствовать в устройстве? Вот это я сейчас об этом могу сказать. Собственно, основная беда IP-протокола версии 4 в том, что у него количество адресов ограничено. И чуть ли уже не в 92-м году, когда все это только еще начиналось глобально и масштабно, а в кодовое время осознали, что у них количество адресов, выданных именно белых, уже близко к концу. Появились технологии NAT, появилась технология маски с плавающим назначением. Появился еще ряд технологий, за счет чего количество IP-адресов искусственно увеличили. То есть, ну, вернее, количество клиентов, которые можно получить к этим адресам. Но сама проблема оставалась актуальной долгое время. И вот придумали сначала протокол IPv5. Это был экспериментальный протокол, который так в сети не вышел, не был запущен для широкого круга использования. А на основе его, когда, видимо, допилили и доделали, принялся протокол IPv6. Основная сумма в том, что он содержит 16 сектетов, которые идентифицируют конкретное сетевое устройство. Собственно, это была запись в дворичной форме, в шестеричной форме. И по минимальным прикидкам это 3 и 4 умножено на 10 в 38 IP-адресов. Проще говоря, если учитывать, что у нас население это 10 в десятой, то здесь получается, что пара миллионов адресов минимум на каждого человека. То есть вы можете обвешиваться все возможные и возможные гаджеты, но все равно вы их исчерпаете на пол адресов. Выделяет 48-ми масками как минимум? Ну, пока еще китайцы не размноживаются в курсе. Выделяет каждому человеку 48-ми масками, то есть 2 в 47 степени адресов на человека, на пользователя. Ну, о чем, собственно, и была речь. Потому что у IP-адресевер хоть умотаться. Единственная беда, что внедрение этого протокола до сих пор идет ни шатка, ни валка, и больше из провайдеров будет не поддерживать. Хотя SkyNet стремится, мы в курсе за рекламу этой сети. То есть это не реклама, не реклама. Наиболее интересен другой аспект протокола IP-версии 6. Это, собственно, их сравнение с IPv4. То есть именно в каком-то логичной форме. Но для IPv6 я не видел... Я видел этот адрес сам десятичный, по-моему. Он бывает. Я его не видел десятичный. Я думаю, что он там не существует. Но, собственно, основное он в том, что по пулу адресов он превосходит и 4 на порядке, как вы видите. Собственно, дальше еще один аспект, который нужно знать хорошо. Что там классы есть для резервирования? Для IPv6? Я думаю, что есть, но учитывая объем этих адресов, все на это клали болт, как нам сказал наш товарищ. Что на каждого человека выделяется в два, в сорок седьмой, да? Седьмой, да. Но классы там тоже есть и определенные подсети, и распределяются не определенным образом. То есть нельзя просто взять IPv6 или не сказать, что он твой? Очень жаль. Не будет анархии. В общем-то там IPv6 очень много. Классовая адресация, она, не знаю, с крестом присутствует, она, правда, с крестом прописана в протоколах так или иначе. Но, как нам говорят, что я про IPv6 сейчас рассказывать не буду. Я, честно говоря, не особо разбираюсь. Судитель его щупал руками, но чуть-чуть. Я же скажу дальше, собственно, про IPv4. Для начала нужно рассказать про логической, что такое булевая алгебра и проще кто-нибудь знает. Выйди вон отсюда, ты все знаешь. Собственно, булевая И так же называется конъюнкцией. Это яркий пример, как оно работает. 0 и 0 дают 0. Основной шутки в том, что только 1 и 1 дают 1. Все остальные варианты дают 0, комбинация. Собственно, и вот как это используется в нашем случае, чтобы найти адрес под сети, который относится к какой-то IP-адрес. Нам нужно сделать побитовое сложение, не сложение, побитовое, сделать операцию i, то есть для каждого из 32 бит IP-адреса его маски. Мы получим адрес сети, в которой он находится. Потому что адрес сети и IP-адрес — это две разные вещи. Только справки. Сейчас, собственно, на следующем слайде там как раз показан пример. Вот, собственно, пример. У нас есть IP-адрес некоторого компьютера — 158-152.1. У нас есть его маска, это 255, 255, 255, 255.0. Который является какой? Мы только что подсказывали. 24-й. Почему 24-й, сейчас тоже буду рассказывать. Соответственно, если по битово произвести логическую операцию i, получим вот нижнее число. И когда мы переведем его в десятичную форму, получим, собственно, IP-адрес именно сети, то есть 150, 150, 2.0. Можно взять листику и проверить. Мне интересно. Собственно, как раз на тему префиксной записи. Как уже было сказано до этого, маска сети 255, 255, 255, 255, 0. А, 20, 24. Почему? Ну, собственно, как записать маску сети в префиксной форме? Как мы можем подсказывать из зала. Мы разбиваем нашу маску, приводим маску из десятичного и системы численного двоичного, получаем новоечное число, которое состоит из ряда единиц и ряда нулей. Из последовательных единиц и последовательных нулей. И чтобы получить маску именно в префиксной записи, мы тупо и везде начитаем количество единичек. Отделим по октетам отдельно. И посчитаем, как раз для вот этого вот, для крайнего октета, посчитаем, собственно, часок у нас получается. Тоже на 224. То есть это на тело того, как перевести маску из префиксной формы в десятичную. Из десятичной в префиксном гораздо проще. Понятно, потому что он привел число в туличную форму. То есть на десять и пять это известное число, это одни единицы. Но основные числа, которые используются в масках, они приведены в отдельной табличке. Она присутствует в книжке. И запоминать ее бессмысленно. Выучить ее придется по любому, потому что это постоянно будет нужно при вычислении. То есть он само собой будет учиться. Что не понятно? Ну-ка, спрашивай. Но 24 маска это по сути количества 24 единички, да? Да, то есть вернемся опять-таки к примеру. Вот здесь вот двадцать седьмая маска. То есть вот подсеть с двадцать седьмой маской. Двадцать седьмая маска это ряд 27 в ряд единичек оставшиеся нули. То есть у нас всего в маске 32 бита. То есть у нас оставшиеся пять символов будут нолики. Тупо и безидейно делим эту последовательность по восемь битов. То есть мы получаем восемь единиц, восемь единиц, восемь единиц. Число 255. И получаем число, соответственно, три единицы и пять нулей. Опять-таки 2 в седьмой это 128. Нет, сто. Да. Нет. 128, 64, 32. Сложили, получили 224. Опять-таки вернемся к вопросу. Три единички и пять ноликов. Двоичное число. Сколько оно на самом деле? Все же могут число вычислить? Ну, видимо, все. Вот. Собственно, здесь, как я обрешал, табличка, здесь указано десятичное значение, двоичное значение, количество двоичных единиц, количество двоичных нулей для каждого октета. Как, собственно, переводится маска из десятичной первичной формулы, именно по книжке, как это происходит? Мы берем каждый октет, подбираем к нему, вычисляем количество двоичных единиц и начинаем складывать. Таким образом? 0 плюс 1 октет, количество единиц, плюс 2 октет, количество единиц, плюс 3 октет, количество единиц, плюс 4 октет, количество единиц. И получаем в итоге определенный префикс. 27-я маска, то есть 1 октет, 255 это 8, то есть 0 плюс 8, плюс 8, плюс 8, плюс 8, плюс 8, плюс у нас там была, ну, 240-я. Добавляем троичку и получаем нашу последнюю маску. Основной может быть подвох в том, как перевести из префиксной формулы обратно в десятичную, но здесь это описано, кусочек книжки здесь выделен. Мы префикс делим на 8, то есть на количество битов в октете. целое число мы сразу записываем, то есть у нас делив на 8, мы получаем 2 в целом, мы записываем 255. Оставшиеся недели мы остаток 4, выбираем из таблички, в нашем случае 240 и точка 0. Вот так у нас все красиво. Все понятно? Авторская страница. Ну, собственно, самое интересное. Вступление написано тем, что в отдельном локальном подсете мы щиток подключаем какое-то малое число узлов. Короче, как организацию подсети, как вообще все это дело высчитывается? У нас вот есть IP-адрес, есть для него определенная маска. У нас будет отдельная часть сетевая, отдельная часть узловая, отдельная часть будет под подсети. Как это, собственно, вычисляется? Для каждого IP-адреса, я пока что рассказываю именно про классовую адресацию, в этом есть нюанс. Для каждого IP-адреса у нас есть, мы узнаем в каком классе адресов он находится, мы берем, то есть мы знаем доподлинно, сколько данный класс адресов использует актетов под сетевую, то есть под определение сети. под определение сети мы знаем, сколько данный класс может подоставить узловых частей, и на основе маски мы можем вычислить, сейчас я даже расскажу, что это дело грамотно вычисляется, сколько у нас останется битов в определенном актете под подсети, то есть сколько у нас можно сделать вариаций конкретной сети. Здесь просто сейчас будем использовать десятичную и вечную систему числений, очень долго. Я еще еще добавил добавить, потому что, собственно, не вспомню. Давай вспомню. Собственно, мы сделали классового подхода, о чем было рассказано. Вот у нас есть некий адрес 8.1.4.5, это адрес класса сети А, у нас есть к нему маска. Что мы, собственно, знаем о классе сетей А? Потому что у нас за сетевую часть включается всего лишь 8 битов, то есть первый актет. Мы знаем, что в узловой части у нас есть 16 битов. У нас создается количество битов нулевых в маске, о чем, собственно, говорил я уже. То есть количество единичек, количество нулей в маске — это совершенно определенные. То есть они сделаны просто так. То есть у нас вот маска 1055, 1055, 0, 0. Соответственно, если разложить это в дворечную форму, то получится 8 единичек, 8 единичек, 8 нуликов, 8 ноликов. То есть ноликов — это 16 штук, и это и есть количество битов узловой части. Дальше мы тупо и безидейно берем 32 — это общее количество битов, что в маске, что в IP-адресе. Из него вычитаем количество битов сетевой части и вычитаем количество битов узловой части. Получаем количество битов, которые можно использовать в подсети. Дальше есть еще два примерчика. Одно из четвертых битов на просторах интернета. Если для класса B он не особо интересен, здесь та же самая система мы вычитаем из 32-х известных нам цифр, то, например, для класса C сетей, где, как известно, у нас есть большое количество сетей, но малое количество хостов в них. Собственно, вариант будет следующий. IP-адрес 79-1-1-100 для 24-х маски. То есть здесь 255, 255, 255, 0. Мы считаем количество битов в сетевой части для класса C 24, количество битов в узловой части для данной маски будет 8. То есть у нас последний октябрь целиком нулевой. и тупый безъявленный мы считаем из 32-го в 24-е и 8, и получаем, что никаких подсетей для данной сети быть не может. То есть это как таковая сеть, и в классовом подходе она не двигает. Собственно, есть метр расчета количества битов в сетевой узловой части. Вот, собственно, у нас есть адрес и маска в десятичном виде, и маска в двоичном виде. Как происходит расчет? Популярно описано. Двоичные единицы создают общее число в своей части, как в самой сети, так и в подсети. Двоичные нули и маска создают узловую часть, как, собственно, было сказано до этого. И правило для массы классов в сети, то есть для класса А, для класса Б и С, это определяться размер сетевой части. Ну, собственно, что я и говорил уже. То есть для класса А — 8, для класса Б — 16, для класса С — 24. Десятичный метод расчета количества битов в сетевой узловой части и части по сети может быть чуть-чуть неинтересно по этой степени. Наверное, в том моменте, когда нам нужно привести как раз нашу маску, как бы она ни была знана либо в префикс, либо же в десятичном варианте, мы узнаем, собственно, количество различных единиц. И вернемся к предыдущей схеме, то есть как мы вычисляли. Вот эти разницы между тоичным и десятичным. Кому-то что-то проще. Кому-то проще вспомнить десятичные исчисления. Но вот это, наверное, самое интересное, это последняя тематика, на которую пытаюсь рассказать, о чем остановлюсь. Это одна из популярных задач на экзаменах CNA и NET — это расчет количества подсетей и числа узлов подсетей. Есть правило, во втором суде дело считается, что количество подсетей у нас — это 2 в степени S — это количество битов для подсетей в маске, а количество узлов — это 2 в степени H — это количество битов в узловой части. Но 2 в степени H — минус 2. Почему минус 2? Для каждой подсети у нас формируется пол адресов, первый из которых будет состоять из... на конце у него будут записаны нули для данной подсети. Это так называемый адрес сети. И адрес продкаста, то есть широкопечательный адрес, где на всем конца этой адреса... Причем, собственно, минус 2. Еще раз повторюсь. То есть в подсети, которым мы вычислим, которым мы найдем, сформируем, у нас первый адрес, который будет... Ну, грубо говоря, 720, то есть 8.00 — это будет адрес сети. А адрес 292, то есть 8.55 — 255 — это будет, так называемый, продкаст. То есть широкопечательный адрес, через который раньше шло довольно много информации. Здесь лишь есть основной нюанс в том, что вот этот раз минус 2 для всех подсетей используется лишь в определенном количестве случаев. Первая основа — это классовые протоколы маршрутизации, вторая практически уже, который мало не используется, честно говоря. Это первая версия протоколов для маршрутизации, и если на цискооборудовании введена команда no ip subnet 0. То есть раз subnet 0 — это есть рейстос 8.00. И если эти условия не выполняются, то у нас количество слов будет 2 степени h, то есть у нас минус 2. Мы сможем использовать и продкаст-адрес, и адрес 0, то есть булевой. Хотя, в принципе, для нас указаний не рекомендуется. Здесь указаны условия, по которым мы можем их использовать. Мы сейчас практически задача по анализу массы, как мы будем вычислять количество битов, о чем было рассказано, количество блоков, которые мы сможем вычитать, и количество последствий, которые мы сможем создать. Но это будет на практических частях, и так уже полтора часа будет. — Сейчас выключается? — Нет. — Мы сейчас выключаем запись, и это мы посчитаем в целом русском. — 16-ая маска. Как мы будем посчитать? — Принести у нее довольно мало, и она использовалась пока не была без класса на 13-е. Основная сражение в том, что… С примером, у меня есть красочный пример. Ни хера здесь не будет видно. А может, это будет? Ну вот, собственно, предположим, что у нас есть отдельная сеть предприятий по использованию классовую маршрутизацию. У нас есть отдельно несколько… — Это стандартная маска, да? — Это стандартная маска? — Это классовая маршрутизация, стандартная маска, с стандартным выделением пола IP-адресов стандартного размера. У нас есть несколько зданий, несколько подразделений. Есть определенное количество хостов. То есть в первом здании есть 2,5 тысячи хостов, проще говоря, узлов в сети. А в основных зданиях количество хостов чуть меньше. Но выделить, грубо говоря, ровно 250 или 450, используя классовую маршрутизацию, мы физически не можем. можем выделить там 86, 512, 512, 248. Соответственно, для 2,5 тысячи хостов мы выделим 4,098,5 адресов, минимум. — 96. Соответственно, мы видим минимум. То есть часть адресов будет просто пустую болтаться. — При классовой адресации мы можем принимать с динамической московской сети. — С динамической московской сети мы можем соотносить. И в то же время, когда мы для отдельного здания внутри этого здания сейчас мы живем, мы поставим ровно, где у нас 2,5 тысячи хостов мы можем открыть патч-кортиков. У нас будет отдельно разнесена сеть, у нас отдельно будут отдельные сегменты сети, которые будут под своей же московской. Тему Коли, чтобы он с этим расхлебывался, честно говоря, с московской мошетизацией, там просто есть, чтобы все это как-то показать картинками, нужно просто чертить по адресу и показывать. То есть, грубо говоря, когда мы делим пункт сначала пополам, еще раз пополам, еще раз пополам, у нас получается, что сначала первое деление идёт по 20-й маске, дальше у нас деление идёт по 23-й, дальше у нас деление идёт по 4-й. Именно степенями, когда она идёт, тоже красиво, понятно, картинка. Это отдельная история и довольно долгая. — На следующей лекции? — Да, на следующей лекции. Но в случае, когда мы используем бесклассную мошетизацию, мы можем выделять практически требуемое количество адресов для конкретных подсетей. И мы можем сравнивать конкретное количество подсетей под нашу задачу. То есть у нас дизайн сети будет гораздо более практичным. У нас будет гораздо меньше IP-рисов, которые мы зарезервировали, но не использовали. В случае классная лекции у нас, соответственно, будет довольно много IP-рисов, которые мы зарезервировали и не используем. Вернёмся к нашему обманке вычислений. Собственно, вот у нас, например, может быть, капиталистик, буквально надо почитать. IP-рис класса А. 8, 1, 4, 5. На неё есть 16-ая маска. 16-ая маска состоит у нас последние два актета, это нули. Здесь 5, 3, 5, 5, 0, 0. Вычисляя по уже известным схемам, я вам, собственно, рассказал, как вычисляется количество сетевых битов, узловых и количества битов для поля подсетей, мы вычитаем, ну, все же помню, но не тут. Мы получаем, собственно, в итоге сетевых битов 8, потому что у нас для класса А только первый актет зарезервирован под сетевые биты. Количество узловых битов мы получаем 16, потому что у нас в маске 2% нули за 16 нулей. Высчитая из 32 к 16, 8, получаем 8, это количество битов для подсетей. И мы можем прописать количество узлов в подсети, 2 в 16-ой минус 2, и количество подсетей, которое мы можем сравнивать, соответственно, 2 в 8-ой, в 256. Таким-то образом можно для каждого примера вычитать, в табличке есть ответки. Ну, чтобы просто потренироваться, как это считается. В принципе, чем больше все будет прорешено, тем больше вариантов, что на каком-то циск-экзамене не будет странных вопросов, например, что такое 27-я или 23-я подсетка. В общем, у меня еще было чудесное видео, что-то все так грамотно считается, но, к сожалению, интернет меня подвел. Вот такая вот шутка юмора. Товарищи маржанцы, я жду ваших вопросов. Который будет отвечать еще и умный человек. Который почему-то завис. Чуть больше. У нас первый актер, у нас он зарезервирован, потому что он ни видо не изменится. Второй актер, да. Первый актер зарезервировал, это уже опасно. Да. У нас количество узлов по этой подсети. Как будет формироваться в дальнейшем клиентской подсети. Да. И у нас, соответственно, будет 2.16 минус 2. 1.5 адрес это будет нулевой, который, соответственно, адрес сети. И адрес теперь будет 10.55. Это будет, соответственно, адрес бродкаста. У меня было очевидно, что дюшка нарисована очень красиво, все это вычисляется. Но, к сожалению, не в этот раз. В следующий раз показано поле, и ему дюшку обязательно скидят. Как-то без класса и маршутизация получилась масло 27. Ну, во-первых, не у меня, а у чудесных ребят из книжки. А, во-вторых, ощущение, ну да, ощущение, что нужно смущать от счастья. Логика использования класса предотвечает использование масла. То есть, если они в дефолт дадут, то мы не можем использовать еще одну находит. Ну да. Так, спирировать. Да, два сна есть. Подождите, два вторая, два сна будет. Да, и тут ясно. Так, какие маски эти, потому что что-то непонятно. Сейчас скажу, какие стандартные маски. Ну, надо будет 22 единицы там по стамеру, и почему они не рессом дают. Чуть-чуть. Как они рессом прошли, почему? Ну, сейчас я тебе покажу. Потому что они отрезают от октета, который зарезервирован под данный класс сети. То есть, она не может быть меньше, чем... Да, она не может быть меньше, чем длины чувствовательства. Сейчас я покажу. Да, мы выключимся. То есть, если есть классно C, то маска не может быть меньше, чем 24, да? Да. Стоп. Где моя мышь? Мышь. Уже сдавался СНТ? Конечно нет. Нифига, черное-черное здесь дело. Городать больше. В классе мы видно неадресации. Используется фиксированная маска под сети. Поэтому класс сети всегда можно идентифицировать как первым гитом. Что? Класс сети можно идентифицировать как первым гитом числа. Причем я говорил, что для класса А это ноль. Первый гит старший. У меня вот на этом чудесном рисунке есть. Стандартные маски. 24-я маска это стандартная маска. Это класс 1C. А 27-я точно не местная. А 22-я тоже хотят. Это класс 4C. Какая маска? 24-я. Вот для входа 22-я это 4C, а 2C. 22-я получается для класса B, а для класса А. Нет, это класс 4C. А, понятно. То есть она развивается на 4 и 24-м по сетке. Да. Еще раз. Затем джазер объясняешь. А 27-я для какой маска? 28-я маска в стандартный фильм. Скажи, верни картинку только у того, где была 22-я маска? Нет, это стало. Насколько я понял, 22-я маска подбирается в самую наименьшую маску. Которая может быть, например, 22-я до 24-я уменьшается по количеству хостов. Уменьшается по количеству хостов. Уменьшается по количеству хостов. И считается количество, сколько у нас 24-я вмещается в 22-я. Соответственно, это 2,23 или 4,24. Чем меньше число хостов префикса, тем большее количество хостов, которое можно слость подбираться. Досюда у нас класс C, до сюда у нас класс B, а вот это у нас класс A. Насколько я понял. Ну, там, в принципе, все правильно. Ну, соответственно, если у нас 22-я маска точно вот до сюда, то у нас 2 в степени вот этой вот. 1,2,2 в степени, 2,4. 4 C-маски вот этих. Да. А если у нас 27-я маска, то мы ни к чему не можем ее привести. А если 27-я маска, то это хорей? Да. Почему хорей 27-я? Потому что у нас нет стандартной маски, которая меньше, чем 27-я. У нас подразумевает то, что у нас есть тупо класс A, B и C. Самая маленькая маска это 24-я, то есть класс C. Мы даже не думали, что она 24-я, а ее просто звали классом C и все правильно на это. Ну, а 27-я так почему, в чем сложность? Потому что у нас 25-я будет заходить вот сюда, грубо говоря, единичками, уже в крайний ход, который у нас чисто узловой. То есть, который чисто хостов. То есть, у нас будет минимум в любой, в любом случае, в любой сети класса C у нас будет минимум 2-м. Так, допустим, у нас сеть класса C, да, там, 190-я какая-нибудь. Какие для нее могут быть маски? А скольки до скольки? Только 24-я для нее может быть маска. Нет. Это классовая маска C, это самая маленькая. Потом поняли, что как бы нелогично выделять 256 и сделали бесклассовую адресацию. Когда ты можешь 24-ю поделить на 25-ю, на 27-ю, ну... Ну, я и про то иду. Вот, допустим, сеть класса C, для нее какие маски реальные? Какие действия на арханаске у меня 24-ю? Нет. То есть, 25-25-25? Там, в бесклассовой мажоризации, нет класса C. Она бесклассовая. Опа. Ижданчик, да? Да, блядь, да. Что-то не так пошло. Безклассовая мажоризация, там эти классы, всю студию. У тебя сначала были просто классы, а потом перевели классы просто в единички. Нет, я не знаю, я сейчас ушел. То есть, об этом IP-шник, то есть, 199 чё там, чё там, чё там, в случае класса 16, по первым битам, то есть, 199, мы понимаем, что это классы C, в случае без класса 16, то есть, среднего IP-шника 199. Можем не иметь ни хера. То есть, они пока, пока они все поняли, эти классы исчезли. Тогда без класса и мажоризация вообще любая маска. Да? Да. Так, народ, у меня предложение. Да, тебе нужно с открытыми глазами. Кстати, после следующей лекции, когда мы будем эти маски вычислять, мы будем их вычислять по адресу. Это довольно просто, на игру. Нужно, ну, нужно, в 2016-то, что-нибудь обрисовать. Так, народ, есть просто предложение заявить на классовую мажоризацию и пойти пить пиво. Хороший предложение. Мне оно очень нравится. Определять свое количество битов для подсети, как определяется количество битов сетевых, чтобы, когда будем сейчас, когда будет в следующий раз рассказать про без класса и мажоризацию, там все это будет сыпаться термином. Там не будет, если я все это дело рассказал максимально подробно, чтобы в следующий раз, когда будут реально считаться, чтобы не было кроме глазу, что, господи, а почему там, не знаю, одиннадцать равняется трех. Почему они нападают? Скидем в яху. В яху сегодня примерно скину. Я со мной или с масками? Маски. Как хочешь. Кожью. Маски. И маски. Кожью. 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 Французская оврага. Уверх. Мамки. Массы. Безуско. Французская оврагу. усердact. Мамки.